Магнитогорский «Металлург» впервые в сезоне потерпел три поражения подряд. После неудачи в игре с московским «Динамо» команда отправилась в Ярославль и Санкт-Петербург, где также не сумела добиться успеха. Обо всем по порядку наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Уже в дебюте игры с «Локомотивом» гости получили шанс реализовать численный перевес, но использовать его не смогли. А вот хозяева с первой же попытки отличились в большинстве. На старте следующего периода ярославцы еще раз забили в расстановке 5 на 4, а магнитогорцы свою возможность снова упустили, за что поплатились уже в равных составах. Отставание в три шайбы к экватору матча против команд Игоря Никитина отыграть практически нереально. Лишь в дебюте заключительного отрезка удачно выигранная Данила Юровым вбрасывание в чужой зоне увенчалась голевым броском Андрея Чибисова. Но волжане подвели итог встречи попаданием в пустые ворота. 4-1. Я не скажу, что у нас моментов не было, там и 2-1 были моменты. Большинство, меньшинство. И понятно, что команды, обе команды, и что здесь, и «Динамо» такие плотные команды, мощные команды. И нам надо больше лезть на ворота и искать там счастье. Счастье у ворота в СКА магнитогорцы начали искать с первых же минут и выдали убойное начало игры. Брэндон Лайпсик похватил шайбу у своей синей линии, вместе с партнерами убежал в контратаку и выдал отменный пас Никите Коростелеву, который с лазерной точностью бросил под перекладину. Всего через пару минут Денис Зернов здорово сыграл у борта, а Максим Карпов воспользовался позиционной ошибкой соперников, без помех выкатился на ворота и переиграл голкипера. Увы, лидер сезона быстро перевернул ход матча. На 13-й минуте хозяева сократили отставание, на исходе 19-й сравняли счет, а еще через 34 секунды вышли вперед. Но в роли лидера армейцы были всего полминуты. Когда до сирены оставалось всего 6 секунд, Данила Юров бильярдным броском с отрицательного угла восстановил равновесие. На экваторе встречи магнитогорцы 5 минут подряд играли в большинстве, но реализация численного преимущества снова подвела команду. А решающей стала оплошность игроков «Металурга» в заключительном периоде, которая позволила СКА забросить победную шайбу. 4-3. Классный матч с обеих сторон, да, очень интересный. И никто не сидел в обороне, старались атаковать. Нам далось хорошее начало, потом СКА сравнял, даже ушел вперед, мы отыгрались. Второй период тоже у нас были моменты, к сожалению. Четвертый гол мы привезли сами себе или со своих ошибок, да, и поэтому не удалось выиграть матч. Очередную домашнюю серию магнитогорцы начнут 9 ноября матчем против Омского «Авангарда». Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в среду в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова